Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня сделаем очередную вылазку на природу. Проезжаем сейчас мимо Донбасс-арены, поедем на ставок, пожарим шашлыков, половим рыбки, если, конечно, она будет. Не переключайтесь, все увидите. Я думаю, вам понравится. Добрались мы до места за Донбасс-ареной водоем. Разложили уже стол, стулья, подстилку, зонтик, альтернативный отдых, кто не хочет ехать в Седово. Сейчас закинем удочки, посмотрим, есть ли здесь какой-то зверь. Начали раскидывать удочки, в итоге у нас получилось 7 удочек, прикормки, поплавки на Лоббатого, с Настей на Лоббатого, на карпа каша. Каша вот такая вот. Но сегодня по-любому должны хоть ротатого какого-то поймать. Сейчас попробуем закинуть удочек 5 на дальнего, на метров 40-50. Поставим сигнализаторы и посмотрим, есть ли здесь вообще что-то. Твои ставки, поймаем мы что-то или нет? Да, сейчас возьмем карася, на уху наловим по-любому. Ну дай бог. Ну что, ваши ставки, сколько мы рыбы сегодня поймаем? У Голя будет 3 лососа. А у тебя? У меня, я уже не буду. Ну у меня точнее. Ну ты у окуня собрался поймать? Да. Ну давай. Короче, нам сегодня по-любому надо опять рыб поймать. 3 штуки? Да. Я поставила супер поймать 3 лососа. Ага, да, да. Пошла за тёмку словить. Хорошо. То есть, если что, мы на базар заедем, а то проще будет купить её, чем словить. На эту поплавок не буду вообще ставить, закинем его. Ребята, смотри, какие крючки приехали мы сюда ловить. Ну, наверное, на килограмм 10-15 на лобату. Сейчас мы его как раз и поймаем. И поймаем. Вот это где будет ролик. Кашу замешали. Вот такая у нас получилась мягенькая кашка. Сейчас забьём это дело всё в пружину. И туда, думаем, удочки 4 на метров 30 запулить. Да, недалеко. Недалеко, да. И на остальные две удочки будем под берегом ловить. Посмотрим, что у нас получится. Закинули одну удочку. Повесили сюда ананасовый кук. На эту удочку купили кукурузу, сладкую бондуэль. И вторую домашнюю. Кукурузу домашнюю. Посмотрим, какая будет лучше. И вообще будет ли вообще клёв. А так будет видно. Ещё место есть для четырёх удочек. Повесили сигнализатор с колокольчиком. Чтобы, если что, не прозевать. Ну и нам остаётся ждать, пока рыба клюнет. Кидай тогда ближе к моей, только не перепутай. Так этот же ещё и плавать будет. А, ну так тем более. Надо его самую правую кинуть. Кидай в самую правую. О, утку смотри, не захерячь. Ну что, где поплавок? Вон он. Ага. А его на камеру практически не видно. Оно всё равно видно, но... Вдали. А хотя, слышишь, хорошо видно. Отлично, две готовы. Поехали дальше. На третью удочку заражаем опарыша. Прозрачного, белого. То есть, бывает, красные продаются, но... У нас в этот раз будет. Чё опарыша, что ещё будешь цеплять? Ну, я кукурузу ещё нацепил. Не знаю, ещё можно хлеба чесноком, чиманки зарядить. Ну, сейчас глянем. Или он... Аданасовый кук. Он вообще не растает. То есть, там этот утка точно этот поплавок собьёт когда-то. Или себе его возьмёт домой. В плен. Наживок у нас тут до хрена. Где каша? Каша вот. Это чё, манка, да, вареная? Ага. Это кук ананасовый. Это технопланктон на лобатого. Кукуруза, опарыш. Только червя не хватает. Чемёвно было только, да. Есть у нас и ананасовый. И вот такой вот зелёный пенопласт. Я уже забыл, с каким он вкусом. Но на него тоже рыба может клевать. А там сейчас посмотрим. На очереди третья. Кукуруза, каша, опары. И пенопласт. Ча глянем. Есть. Три есть. Ещё две. Ну хоть чё-то поймаем. Должны, по идее. Да? Ну всё. Тут такие снасти. На двое суток можно ловить рыбу. Уже есть четыре удочки. На первой ананасовый кук. На второй ананасовый кук с зелёным пенопластом. И плюс ещё кукуруза. Магазинная бандюэль. На третьей удочке у нас опарыш. Кукуруза магазинная. Кукуруза домашняя. И опарыш, да? Ага. И на четвёртой у нас будет каша, опарыш, кук и кукуруза. Ещё и манка. То стопудово чё-то должно взяться. Слышишь? Такое разнообразие пищи. И плюс ещё... Технопланктон. Технопланктон на лоббатого. Ну или чё-то вообще клюнет. Может он утка какая-то возьмёт. Потому что она возит его поплавка. Плавает. О, где-то плескается кто-то. Рыба есть, только что ей надо в этой жизни. Ладно, будем смотреть сейчас. Пока Коля заряжает уже крайнюю удочку, я уже засыпал углей. Сейчас с жидкостью для розжига зальём эту всю лабуду. Я раньше не знал, что надо сначала её залить, а потом где-то минуты 2-3 подождать, чтобы она впиталась. Сначала подпаливали, и у нас ничего не получалось. Оказывается, в инструкции написано, что нужно хотя бы минуты 2-3 подождать, чтобы эта вся ерунда впиталась. И тогда уже поджигать. Даже она трещит немного. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Пятая есть. Удочки готовы. Сейчас и мангал будет готовый. Костёр уже погнал гореть. пока с коляном ходили на рыбу да уже и уже практически все готово чё уже час стоит все хоть бы раз дернула по ходу сегодня мы рыбы не поймаем но хотя на опарыша на ближнего забросов поймали одну красноперку небольшую хотя бы с десяток наловить то потом ухи наварим снастей набрали а как говорится толку нет никакого может быть туда же и 10 удочек поставили ни хрена не поймали поэтому кто решится ехать сюда с удочками на дальнего заброса то можете даже пока и не рыпаться рыбы здесь нет он даже утка подтверждает но пока пойдем жарить мясо мясо жарится рыбка ловится но рыба у нас что-то вообще не ловится от бога ну чё как впечатление хотя бы чтоб 10 с лучком с морковкой сейчас все зайдет удочек нового толку нет да и наживка их куб и медовый чесночный кукуруза опарыш манка с чесноком только червя не хватает вот как раз вы мне кажется на червя и клевала ну чё клюет 5 удочек закинули хоть бы красноперка что-то взяла хоть чуть-чуть опарыша одна взяла и все надо пробовать на манку с чесноком опять хавчик готов уже осталось только казанок рыбы наловить чё стол накрыт надо уже звать всех да что давай собирайся наверно сматывай удочки и пошли есть шашлык потому что я смотрю что рыбы у нас здесь одну есть все не зря да не зря приехали и удочек сколько он раскинули и тела видишь это надо было этот сачок достать и положить воду то стопудово обрыпа кульвар ну каша раскиснет и все и посмотреть чё там ну да ну чё мы пока будем хавать шашлык еще у нас остался один заход пофотографировала уже да можно же ссылочка будет в описании три удочки перезакинули сейчас достаем четвертую наживка вся на месте каша на месте чё с рыбой неизвестно все целая да о пенопласт это целый ну каша она уже со временем растворила каша почти ну проконка есть опарыш есть все еще есть кукуруза чуть отпала да прочие ребята кто хочет поехать за донбасс ареной половить на 100 очки этом то может быть рыба клюет но у нас вот сколько мы четыре уже понять это часа три сидим хоть бы чё-то клюнуло так что вот доставай на акулу удочку да я посмотрим размок там планктон этот или нет природа красивая терриконы шахты и хоть бы чё-то в поймать планктон наверное рассосался а все на вся наживка есть вот вся наживка есть опарыш кукуруза только единственная планктона нет то сейчас наживим закидывает от буйок уже буй да там будем можно и утку убить сам процесс именно главное не рыбу поймать а посидеть по закидывать эти все приколы ты дышь есть пятое есть ну чё ждем поклевки если чё ребята мы вам обязательно покажем нашего зверя которого мы в поймали ну а не хоть мясо поедим клюет клюет одной рукой еще неудобно наживлять и подсекать он тебя смотри тоже долбит она сейчас в онлайне поймаешь не сидим уже где-то минут 40 клёво ноль полного просто ноль то хоть чё-то поклевки какие-то были но сейчас скорее всего связано из-за погоды жара щас стоит неимоверная да и непонятно чё рыбе надо сидим уже минут 40 ни одной поклевки не на дальнего заброса не на ближнего скорее всего все-таки погода решает и посидим еще минут 20 думаю и пойдем ставить шашлык второй заход потому что по-другому ну никак ребята 7 удочек закинули рыбы 0 сейчас будем до 100 применять радикальные методы ловить на резинку резинки потом спутники пойдут покушать потом поедем уже ухаж нам нужно ухану муха нужно и потом поедем скорее всего что за лодкой но рыба нам по-любому нужно поэтому что-то будем придумывать из наживки чё у нас здесь кукуруза кук ананасовый каша для карповых я думаю все ее едят и вот такой у нас небольшой опарыш я мы его откроем оклевать ни на чё не хочет начинаем ловить рыбу по серьезному прикормки уже два ведра выкинули а а толку 0 прикормки уже на пол тысячи на пол тысячи до прикормки выкинули рыба даже не может она ее хавает но на крючки садиться даже не собирается такие вот дела ребята гляньте сколько у нас наживок сейчас только достали со всех сумок 1 2 3 кук медовый кук ванильный кук зеленый кук желтый кук белый со всякими разными вкусами 50 банок а ну давай сучу нас тут войлоки какие-то кукурузу кукуруза ман хлеб мешаем еще гук ананасовый такую кашу добавляем прикормами хлеб его все добавляем где нас опарыш опарыш сзади тебя опарыш ну короче ну все уже а поплавки как стояли так и стоят за дальнего вообще не звоночка ну а сейчас будем сидеть мудрить узко только запуталась слышал звенели колокольчик запуталась утка в леске проплывала и чуть зацепилась колокольчики заженели я думаю как вовремя пришел мы ничего запуталась будем сидеть это вот сюда крючок нанизывать и она растворяется будем пробовать тут внизу дно плохое неудобно сидеть и водоросли с тиной вот такая вот ерунда и непонятно вообще видит ли рыба вообще эту наживку или нет снасти есть удочки есть будем пробовать еще что-то запускай давай слышь нормально еще закинула да короче ребята за два с половиной часа ни хрена мы не поймали на дальнего заброса на ближнего только 4 окуня ну а там сейчас будет дальше видно льет льет только на опарыша и на манку с чесноком так что вот так вечеринка закончена как впечатление что-то она как-то не закончен те-то но шоу хини на лари рыбы ну да погода нам все испортила а так в принципе отдохнули нормально следующий раз у нас получится намного лучше поедем 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 вот ребята вот по таким моим дорогам ездим на седане все нормально проезжается вот вам диагоналка небольшая так что вот так вот ну чё ребята влог наш закончен сегодня с практически с полдесятого утра вот сейчас время 17 48 только едем домой соответственно погуляли хорошо всем все понравилось единственное что погода немножко нам под испортила весь вечер а так пожарили шашлыка наловили рыбки в основном окуня поймали пару красноперок на дальнего заброса практически ничего не клевала от на ближнего мы остальную всю рыбу и поймали хотели сварить еще ухи ну так как дождь пошел решили что уже как-то следующий раз у нас получится потому что под дождем там нереально было ничего делать так что ребята кому понравилось это видео ставим палец вверх подписываемся на наш канал и всем удачи всем пока тучу натягло такую серьезную сейчас как даст да спасибо